Я буду рассказывать про пайплайны в Continuous Integration и постараюсь раскрыть какое-то свое мнение об этом, как они появились, как с ними работать и почему они вот такие и как мы вообще оказались в этой ситуации. Я уверен, что многие из вас, когда думают о Continuous Integration, сразу же автоматически думают о Дженкинсе. Да? Нет? Ну говорите со мной. Да, вот человек подтвердил. Это гипотеза. Она, естественно, может быть неправильная, но тем не менее в CI рынке сложилась такая ситуация, что Дженкинс, в принципе, занимает большее количество рынка и пользователей, а остальные продукты собирают крохи. Но, в принципе, они разные, у них есть разные возможности и для каких-то задач они могут быть более приемлемы в такой-то ситуации. Поэтому я, в принципе, рассказываю вам про TeamCity, но не только поэтому. Любая презентация – это продажа чего-то, это любой какой-то маркетинг, да, и за любой идеей стоит огромная маркетинг-машина. За идеей билд-пайплайнов тоже стоит маркетинг-машина, но мы этого не осознаем. И мне хотелось бы начать именно с этого. Ну, я для начала представлюсь все-таки. То есть, привет еще раз. Меня зовут Антон. Да, я в Твиттере есть, можно там задавать вопросы, если что. Вот прямо вот сейчас пишите, потом, может быть, зачитаем и, может быть, что-нибудь ответим. Да, я работаю в JetBrains и, очевидно, я работаю с продуктом TeamCity. Ха-ха, да, маркетинг. Да, это действительно… Я начал работать в JetBrains в этом году, то есть где-то сколько уже месяцев получается? Четыре месяца. Испытательный срок прошел, то есть все нормально. Тоже иногда работаю с IntelliJ командой. Вот. И в прошлом я работал в такой компании, как Zero Turnaround. И мы там делали интересные продукты для Java-разработчиков, J-Rebel и X-Rebel. Мне просто интересно. Вот я много раз приезжал, в принципе, в Киев, рассказывал про это дело. И кто-нибудь вот знает здесь из толпы? Много людей знают об этих продуктах? Ой, классно. Я хорошо делал свою работу, в принципе, да, предыдущую? Вот. То есть, в принципе, я работал с этими продуктами, начиная с 2010 года, как разработчик, как тестировщик, как продакт-менеджер, дизайнер. В разных ролях себя попробовал. И получается, где-то 8 лет я, моя профессиональная карьера связана с инструментарием разработчика, так или иначе. Вот. Кроме того, ну, я живу в Эстонии. Если кто не знал, вот так выглядит флаг, и так выглядит Эстония. И там, да, занимаюсь развитием тоже комьюнити. У нас есть группа разработчиков, называется Div Club. Мы публикуем видео с таких же примерно митапов. То есть, очень похож формат. У нас по три доклада на одной встрече, но по работе дням, не по субботам. Вот. Ну, и я также являюсь ведущим подкаста разбор полетов. Кстати, я тут привез еще наклеечек. Вот они тут на, лежат на столе. Можно их будет потом разбирать. Вот. Кто, кто любит залепить свой лаптоп чем-либо. Ну, и у меня есть некоторые спортивные хобби иногда тоже, о которых тоже иногда могу поговорить с вами. Значит, Team City. Разница для меня, когда я начал работать в JetBrains, была такая, что в предыдущей компании я занимался разработкой тоже. То есть, те продукты, о которых я людям рассказывал, я, в принципе, сам написал в них какой-то код и как-то приложился именно к их развитию, ну, в течение какого-то времени. А здесь для меня большая разница в том, что у продукта, о котором я вам сейчас рассказываю, 12 лет истории. И за ним стоит команда сейчас около 30 человек. То есть, 12 умножить на 30, сколько это будет? Ну, 400 человека лет. Да, 400 человека лет вложено в разработку вот этого инструмента, который, в принципе, является очень часто ядром разработки внутри компании. CI-сервер, мы о нем не думаем, пока он работает. Как только он не работает, вся работа очень хорошо так может встать. Да, мы делаем коммиты, мы не получаем фидбэк какой-то. И все это склоняется к тому, что как только у вас большой проект, вы хотите получать фидбэк быстрее. Да, и это связано было тоже с началом разработки Team City. 2006 год начался продукт. Если мы вспомним, что было в 2006 году на рынке, это был круиз-контрол. Почти везде, если кто-то разрабатывал в то время софт. Я не помню, худзон уже начался или не начался, но где-то там он, по-моему, скоро должен был начаться. И были еще какие-то поделки. То есть, в принципе, сервера для continuous integration находились в такой стадии, что они могли собирать простые проекты, делать простые вещи и какой-то, ну, довольно простой процесс сборки поддерживать. К 2006 году IntelliJ IDEA было уже пять лет. То есть, это уже была достаточно большая кода база и достаточно большой проект, который одним разом собрать занимало достаточно много времени. Поэтому появился, в принципе, Team City для того, чтобы начинать собирать продукты самого JetBrains. То есть, его начали делать для себя. И, да, за два года для этого появился, на самом деле, ReSharper, который является .NET-продуктом. То есть, нужен был продукт, нужен был сервер, который будет собирать и Java-проекты, и .NET-проекты. На данный момент, сегодня, на внутренней инсталляции Team City в JetBrains, это один сервер, отконфигурировано порядка 1100 проектов. Чуть-чуть больше, чем 1100. И они составляют, ну, более 8000 конфигураций. Если кто-то не использовал Team City или использовал Jenkins, у вас получается 8000 build-job. Это порядка 500 агентов. То есть, архитектура Team City – это сервер и агенты. Сервер, он показывает результаты и обслуживает очередь для сборок. И сами сборки, сама работа происходит на агентах. То есть, он из коробки, он распределенный. И вот таких 500 агентов, на самом деле, я вчера вечером зашел, очень здорово смотреть, как счетчик растет, опять падает, агенты поднимаются, когда нужно больше сборок делать и так далее. И среднее время сборки по всем этим проектам где-то 25 минут. При этом, проект может ждать в очереди где-то час. То есть, сделав какое-то изменение в коде, отправив его в version control, мы получим ответ где-то через полтора часа. И это, в принципе, довольно хороший результат для JetBrains. Хотя, я уверен, что многие хотели бы получать ответ, ну, там, через пять минут, да. Ну, сходить за кофе хотя бы на кухню и прийти и получить ответ, работает или нет. Вот, это маленький скриншотик, подтверждение моих слов. Я вчера специально сделал, сколько там циферки показывают. Билд Q 1200 билдов ждет в очереди в данный момент. Вот. Давайте немножко пофилософствуем, откуда. Ну, все знают, кто такой Мартин Фаулер, да? Ну, многие знают, я уверен. В 2006 году он написал вот такую вот классную статью про Continuous Integration. На самом деле это второй эдишн. Первый эдишн был написан в 2000 году. Просто сравнив, как бы, вот эти пункты, да, по которым он проходится в этой статье, у него тут план расписан. Можно увидеть, что с 2000 года на 2006 год его мнение, его понимание о том, что такое Continuous Integration, оно как-то изменилось, правильно? Сегодня у нас 2018 год, и он не выпускал третьего эдишн этой статьи. Я уверен, что если он сегодня его напишет, он тоже поменяется. Но, тем не менее, тут, например, есть такие примеры, что вот в левой части где-то было написано Keep Build Fast, да, и на самом деле где-то еще было написано, я прямо сразу так не могу найти, почему-то глазами выцепить. А, вот первое. Maintain Single Source Repository. То есть код должен быть в одной репозитории, желательно. Этого пункта в первой версии не было, да, то есть за 6 лет они выросли в своем понимании о том, что начали работать с более большими проектами, увидели, что работать с многими репозиториями одним разом трудно в Continuous Integration, и говорят теперь, что Best Practice говорит о том, что лучше этого избегать. Теперь мы подходим к истории про маркетинг. Где же здесь Build Pipeline? Вообще же ничего нет, да? Две самые авторитетные статьи, в принципе, нашего времени о том, что такое Continuous Integration, и тут нет ничего о Build Pipeline, а сегодня о Пайплайнах говорят все. Да? Да, кстати, вот Jenkins, здесь многие используют Jenkins, вторую версию используете, там есть Jenkins файл, это Build Pipeline, да? Да. А многие есть те, кто второй Jenkins использует, но не используют Build Pipeline, например. Нет? Вот интересная такая штука, что люди тоже думают сразу же, нам нужен Build Pipeline, а почему и для чего они как-то не задумываются, мне кажется, и им просто сказали, что это классное слово, Jenkins файл, мы отконтигурируем, увидим визуализацию в виде Пайплайна, и вот у нас оно есть. А для чего, непонятно. Книжку читали? Continuous Delivery, да? Классная книжка, и вот здесь уже на самом деле есть слово pipeline, и оно упоминается именно в процессе или как в контексте Continuous Delivery, просто Continuous Delivery сегодня вообще используется CI-CD, да? Вот мы как бы даже не используем очень часто вот эту аббревиатуру CI как одну, а используем CI-CD. Continuous Delivery в принципе, принцип, да, такой, что вот там у нас есть какой-то процесс, мы его визуализируем, у нас есть шаги слева направо, собрать, протестировать, выложить в стейджинг, прогнать еще тесты, выложить в продакшн. То есть натурально это ложится на концепцию пайплайна, да, какого-то конвейера. Соответственно, поскольку это пошаговый процесс, он очень хорошо ложится на концепцию CI, то есть CI серверов, которые в принципе и предоставляют просто пошаговое выполнение каких-то задач. Внимание, фокус, вот здесь есть имя, которое было на предыдущем слайде, Мартин Фаулер. Как вы думаете, какая есть связь между автором книжки Джезом Хамблом и Мартином Фаулером? Они коллеги, они работали в одной и той же компании, ThoughtWorks. И теперь, внимание, фокус, кто знаком с этим инструментом? GoCD, да? Какая компания его сделала? ThoughtWorks, где работали оба этих товарища. Это идеальный пример маркетинга в нашей индустрии, где маркетинг может находиться на такой платформе, выстроенной с помощью как бы термина thought leadership, то есть ThoughtWorks это такой хедлайнер индустрии в плане мышления о том, как вещи правильно делать. И имея вот таких людей, они могут выстроить якобы правильное понимание, что вот так надо вещи делать и под это подогнать и консалтинг, и продукт, и в принципе и продаж. Это просто идеальный пример того, как вещи должны делаться в индустрии в принципе. Хорошо, идея pipeline в принципе хорошая, всем поназошла, под нее подогнал какой-то фундамент методологический. И почему бы нам не взять эту идею и положить в тот инструмент, который на самом деле большинство из нас использует. Jenkins. Это скриншот с первого Jenkins, но естественно идею один в один не имплементировать, потому что есть какой-то фундамент уже свой. Кто использовал вот этот плагин в первом Jenkins? В принципе его какая задача? Ты делаешь какую-то конфигурацию, говоришь, когда она завершится, запусти следующую, запусти параллельно еще что-нибудь. То есть в принципе можно получить даже параллельный pipeline. И есть какие-то специальные дополнительные элементы управления, чтобы перезапустить этот pipeline где-то в серединке. Ну здорово, хорошо. Это визуализация над обычными настройками. Мы теперь просто думаем о pipeline как о средстве визуализации. Второй Jenkins. Что мы здесь видим? Концептуально мы видим то же самое. Шаги. Но они визуализируют только Jenkins файл. Они не визуализируют, что если вы вызвали из Jenkins файла другой job внутри Jenkins. То есть здесь уже есть маленькое разочарование на самом деле. Чтобы увидеть все вот это вот дело, вам нужно вернуться все равно в какой-то плагин, который был в первом Jenkins и отвизуализировать вот эту связку между разными запусками. Здесь тоже есть некоторая возможность перезапускать допустим шаги какие-то посередине. Хорошо. Это хорошая идея. Мы видим, что она переходит из инструмента в инструмент. Вот пример pipeline в TeamCity. И здесь мы уже видим на самом деле, что он не линейный. У него есть два входа. Опа. Как это так? У нас же были все они линейные. Мы могли парализироваться и где-то на каких-то поздних стадиях иметь параллельный запуск некоторых тасков. А здесь и два входа. Интересно. Хорошо. Ну и естественно другие какие-то новые инструменты пытаются на эту идею как-то подсесть и тоже вам все визуализировать, показать. Просто потому, что люди лучше воспринимают визуальную информацию, когда они смотрят на такую диаграмму, там что-то подсвечено красненьким, они это сразу же видят. А если это будет длинный текст, текстовое полотно, ну может быть не сразу увидят. Хорошо. Но вот здесь не было ответа на вопрос, почему вообще мы вот в этой ситуации оказались и для чего вообще нам build pipeline нужны. Давайте подумаем с самого начала. Простой как бы процесс сборки. Он что в себя включает. Достать исходники, откомпилировать, пробежать тесты, сгенерировать какие-то рапорты, там build прошел, build не прошел, отправить результаты на email, какую-то идентификацию. Кажется простая вещь и в принципе вот в 2006, 4, 5 годах круиз-контролл в принципе нормально с этим справлялся. А здесь pipeline-то и нету. Зачем нам pipeline? Хотя вот мы сегодня в Jenkins втором с помощью Jenkins файла зачем-то его визуализируем, не понимая выгоды на самом деле. Хорошо, здесь есть такой маленький момент. Тогда-то проекты были достаточно в среднем не такие большие, а сейчас они уже накопили по 20 лет истории. Сколько у вас тестов бегут во время билда? Сколько занимает времени пробежать тесты? Ну, кто-нибудь. Час? Полчаса. Десять. Окей. Хорошо. На моей предыдущей работе сборка джеребеля в принципе занимала минут пять, а прогнать тесты, если один за другим где-то три месяца. То есть, мы же не можем во время релизов ждать пока три месяца, пока все это пробежит. Естественно, нужно как-то оптимизировать, про реализировать, перезапускать те тесты, которые надо, а которые не надо не перезапускать и так далее. И тут вот возникает вопрос, что с простой, с таким процессом сборки, как я показал на предыдущем слайде с наивным, мы, наверное, не выживем. Вот. И, соответственно, давайте тогда во время работы нашей обычной повседневной запускать только быстрые тесты, да, чтобы просто убедиться, что это совсем не шлаковый такой вариант изменения, который мы выложили в репозиторию, получить быстренько результат в течение пяти минут и работать дальше. А остальные тесты, они когда-нибудь пробегут, и тут мы получаем уже некий такой пайплайн, да. О, Мишка нам говорит из кустов, что у тебя теперь есть пайплайн. Хорошо, то есть мы быстрые тесты, там, юнит-тесты запустили. Бывает, конечно, в некоторых проектах юнит-тесты долго бегут, но предположим, что все-таки юнит-тесты у нас пробегают, там, минут за пять. А интеграционные, перформанс, UI-тесты, это мы попозже сделаем. Как-то асинхронно, там, на следующий день мы получим какой-то рапорт. И, в принципе, могут быть еще какие-то дополнительные шаги по, не знаю, генерации отчетов для этого дела, вычищении старых артефактов и так далее, да. То есть вот у нас уже получается какой-то процесс, который напоминает пайплайн. Но в этом процессе есть еще одна беда. Вот этот второй шаг, он все равно может быть очень долгим, да, как я сказал, там, три месяца. И, соответственно, мы натурально его начинаем парализировать. То есть давайте разобьем это на кластере, у нас будет много машин, они запустят параллельно эти тесты. Если они друг от друга не зависят, это вообще просто здорово. И, в принципе, они должны не зависеть друг от друга. То есть мы получаем такую картинку, да, какого-то процесса. Сборка при этом сама может состоять тоже из нескольких частей, да. То есть вот у нас есть тесты, которые мы можем параллелизировать, а сама сборка может тоже состоять из фаз. Например, у нас есть какая-то общая часть сборки, а финальная упаковка, она делается под платформы, да. Там у нас нужно сделать билд идеи под Windows, Linux, Mac и так далее. То есть дистрибутивы. Соответственно, они будут тестировать тоже, тестироваться на разных системах тоже. Ну и плюс какие-то общие зависимости, компоненты, потому что это software reuse и так далее. И здесь уже рушится просто тот тезис о том, что все должно быть в одной репозиторий вроде как. Да, есть монорепозитории, но работа с ними все равно должна быть для ускорения, как с отдельными репозиториями при сборке. Окей, вот вам пример очень сильно, как сказать, ужатой диаграммы TeamCity внутри TeamCity. То есть TeamCity сам собирается внутри себя. И здесь вот диаграмма, которая показывает в принципе, окей, вот у нас есть первая часть, которая делает общую сборку, пробегает какие-то основные тесты, делает упаковочку под разные платформы, там запаковывает какие-то части в Docker, делает какие-то дистрибутивы и так далее. И есть еще какие-то дополнительные там тесты, которые могут пробегать позже и там генерация отчетов и так далее. То есть это вот такой классический pipeline. При этом, ну вот здесь такой есть маленький элемент, три точечки. Если на него я нажму, я получу такую диаграмму уже. То есть у нас все еще справа TeamCity, а слева вот там даже видно, я в такой момент сделал скриншот, какой-то, какая-то одна из конфигураций пробегает в данный момент, зелененькая такая полоска. И на ней я вот прочитаю, потому что многим не видно, это один час остался. Один час сборки вот этой конфигурации, вот она в данный момент лежит, и половина ее пробежала, и еще один час остался. То есть время сборки для одной вот этой штуки, это два часа. Ну вот. И это идея. И тут опа, вопрос, а почему TeamCity зависит на идею? Кто работал с TeamCity, может сказать? Просто TeamCity на самом деле использует многие возможности, интеллектуальные, так сказать, из идеи. Он может использовать инспекции во время сборки, может собирать идеевские проекты, использует какие-то инфраструктурные элементы тоже. Поэтому тут есть зависимость между проектами. Соответственно, нам очень сильно нужно оптимизировать вот этот вот pipeline для того, чтобы не собирать его полностью каждый раз. Если мы видим, что один элемент занимает там два часа, то мы явно не хотим ждать сутки для того, чтобы просто увидеть результат сборки. Пайплайны в TeamCity называются BuildChains. Это исторически сложилось. До того, как термин BuildPipeline стал таким популярным, в TeamCity уже был заведен свой термин BuildChains. И они концептуально отличаются от пошагового выполнения задач. Как я уже упомянул, там есть нелинейные такие конфигурации, когда у вас много входов в этот pipeline. И от этого мы стараемся с именем, по крайней мере, этот концепт выражать. Значит, в UI это выглядит вот таким образом. Это простейший проект. У меня здесь отконфигурирован несколько конфигураций. Я потом покажу в демо, просто как бы чтобы не прыгать между слайдами и самим приложением. Я решил все в слайды положить пока что. Вот мы пройдемся про слайды, а потом перейдем в интерфейс и попробуем немножко поделать что-то по-настоящему. И в данном случае, которая прошла для этого проекта, увидим визуализацию, связанную с какими-то контрольными элементами и там какой Build для какой конфигурации пробежал. Получим вот эту визуальную схему. И сразу же, в принципе, если там была какая-то ошибка, мы сразу же ее увидим тоже. Давайте я вам попробую объяснить базовые понятия в этих цепочках. Значит, вот у нас ромбик. Да, у нас один вход, потом есть раздвоение, потом есть схождение в последней какой-то конфигурации. Зависимости между этими элементами определяются в TeamCity некоторыми способами. Есть два типа конфигураций, два типа зависимостей и основная из них называется Snapshot-зависимость. Здесь многие люди, которые какое-то время использовали Maven, могут иметь концептуальную ошибку в том, что такое Snapshot. Потому что, когда мы использовали долго Maven, Snapshot для нас это сам вот этот вот jar и Snapshot это версия. И, в принципе, версия это как бы близкое понятие к тому, что является Snapshot в TeamCity. Но я вот сейчас объясню. И это является, в принципе, краеугольным камнем внутри TeamCity для того, чтобы создавать вот эти цепочки. Зависимости конфигурируются отдельно. Вот я просто покажу, что вот есть проект, есть вот эта закладочка зависимостей и мы можем навести как бы зависимости из проекта, из билд-конфигурации package на какие-то два компонента. То есть, у нас в конце там сходится ромбик в одну ноду. Соответственно, он зависит на две. Мы должны сказать, что вот Snapshot зависимость, пожалуйста, на те две конфигурации. Есть еще один тип конфигурации – артефакт зависимости. То есть, это два типа. Артефакт зависимости означает, что в предыдущем каком-то шаге созданные артефакты, какими являются файлы, должны пропагироваться и передаваться на следующие шаги этой цепочки. Это не всегда нужно и могут быть разные случаи, когда вы не хотите Snapshot зависимости, а хотите только артефакт зависимости. Мы здесь вот будем говорить в основном о Snapshot зависимостях, потому что они образуют именно цепочки и именно с помощью них получается эта визуализация. Артефакт зависимости не образует цепочки в данный момент. Так, вернемся к нашей цепочке. Вот у нас, например, такой случай, что у нас есть какая-то общая библиотека, мы ее собираем на нашем сервере и дальше у нас есть уже платформы зависимые какие-то задачи, которые, допустим, мы что-то хотим собрать для Windows и что-то хотим для Linux. И тут уже просто ситуация, когда мы не можем всю эту цепочку, одну эту цепочку выполнить на одной машине. Ну или можем, но у нас все равно будет распределенная сборка, допустим, все это будет запускаться на Windows, но мы для того, чтобы сделать билд для Linux, мы все равно это запустим в Docker, ну предположим. То есть эти задачи будут скорее всего выполняться в разное время. И тут возникает задача консистентности, то есть проблема консистентности. Если они запускаются в разное время, то для каких ревизий этого исходного компонента, вся эта цепочка будет собрана. Если мы не будем использовать в Docker зависимости, а будем только артефакты передавать по цепочке. То есть мы собрали что-то в библиотечной конфигурации, получили jar. Мы потом конфигурировали это так, что этот jar должен перейти как зависимость в следующую конфигурацию в компонент A и там должна произойти сборкой точно так же с B и потом мы это все соберем в третьей, потому что у нас из двух конфигураций получатся какие-то ZIP. Это будут артефактами, они будут значит передаваться дальше по цепочке и в конце концов мы получим какой-то финальный артефакт. Вот ситуация. У нас допустим есть какая-то ревизия, относительно которой мы собираем библиотеку. И эта ревизия точно такая же, например, у компонента A. Пока происходила сборка в первом компоненте и в компоненте A, кто-то из нас выложил новые изменения в компонент B и создал ревизию 2 и зависимость, и поломал на самом деле бинарную зависимость на библиотеку. Скорее всего такая сборка может упасть. Это очень легко сделать, если идет активная разработка и билды чуть более долгие, чем минуту, например. Тогда непонятно относительно какой ревизии, относительно какой общей ревизии будет собран и будет ли вообще собран проект. То есть у нас здесь маленькая такая проблемка есть. Если мы наведем snapshot зависимость, то это будет работать даже если компоненты лежат в разных репозиториях и даже вот git, subversion, perforce, cvs и так далее. Совсем в разных репозиториях. То есть, например, TeamCity сам исходной код лежит в трех или в четырех. Перфорс, git, tfs и еще что-то. Клон репозиторий из перфорса может занимать час. То есть, если пока вот во время этого часа у нас на сервере происходит вот этот процесс для того, чтобы первый билд сделать, а мы начинаем в последующие стадии какие-то изменения вносить, то у нас потеряется консистентность сборки всего этого проекта. Что делает TeamCity? Он до того, как начинает собирать, опрашивает репозитории, собирает эти версии, складывает в некий snapshot. Это и есть snapshot, вот это вот само ядро, вот этого названия самого. Собрав эти ревизии, он отправляет их в очередь. В очереди лежит запрос на сборку соответственно. То есть, когда сборка дойдет до этого, если там очередь длинная, допустим, там тысяча айтмов лежит в этой очереди, подошел момент сборки, мы поменяли ревизии какие-то уже в исходниках, но вот сборка относительно изначальных ревизий будет все равно та же самая. То есть, вот мы сделали апдейт на ревизию 11, у нас все равно в очереди лежит 5, 10, 25 и она будет собрана. То есть, это вот хорошая фича именно для консистентности сборок. На больших проектах, с большим количеством репозиторий, с большим количеством разработчиков, это очень критично. При этом, конечно, можно там этого избежать. Надо настроить только артефактные зависимости и думать, что пронесет. Из этого исходит тоже такой момент, как вообще запускать эту сборку. В Jenkins'е мы выставляем триггеры. Здесь тоже есть триггеры в TeamCity. И такое наивное мышление, поскольку мы читаем слева направо всю эту цепочку, да, собери компонент общий, собери компонент A и B, сделай пакетч. Оно приводит к некоторой ментальной ловушке, да. Потому что для того, чтобы начать сборку, мы тогда начнем думать так, ага, а соберись, выставь триггер, который будет опрашивать репозиторию на изменения в первой конфигурации, и начинай ее запускать. И как только она соберется, запишите следующий. Да, то есть мы разные триггеры расставим, получим, ну, как минимум четыре триггера на такой вот простой цепочке. Как бы нам этого избежать? На самом деле надо поменять немножко свое мышление и подумать о том, какой результат и когда вы хотите получать. Да, потому что если у нас будет так много триггеров, во-первых, это есть некоторый оверхед по производительности, потому что все эти триггеры должен сервер как-то обрабатывать. И второй момент, их обслуживать самому трудно, потому что каждую, если надо сделать какое-то изменение, нужно в каждый там триггер пойти что-то поменять. Вместо этого предлагается иметь как бы один общий триггер на какую-то цепочку или на какую-то цепочку зависимостей. то есть повесив только триггер один вот с этой вот галочкой, что только начинай в зависимости отслеживать изменения и мы можем его повесить в самый конец цепочки, ну или до того момента, до которого мы хотим, чтобы эта цепочка обработалась, потому что там могут быть дальше еще какие-то шаги, которые мы, может быть, хотим запустить руками. Вот. И получим один триггер. То есть, если у нас было изменение там в компоненте А в его репозитории, мы легко можем там вот с помощью одного этого триггера перезапустить только две, два шага, а остальные не перезапускать, использовать готовые результаты из предыдущих сборок. К чему это приводит? Вот здесь циферки есть такие. Я попросил коллегу сделать скриншот мне со статистики, и этот скриншот был сделан в обед вчера. Соответственно, что мы здесь видим? Если мы не должны пересобирать сборку, мы делаем там счетчик один, допустим. Да, вот первая строчка говорит о том, что если уже сборка для такой-то ревизии есть, не пересобирай и посчитай это. И, соответственно, пять тысяч шестьсот раз до обеда это уже было сделано. Произведена такая оптимизация, что вылилось в примерно там шестьсот с чем-то часов с экономленного времени на кластере вот для сборок внутри JetBrains. То есть к обеду было уже 1800 часов сэкономленного времени. Это мы просто за счет того, что мы не должны пересобирать полностью проекты вот каждый раз. А, плюс еще есть такая оптимизация, которая говорит о том, что если уже в очереди есть снапшот, который мы хотим собрать, и мы разрешаем его новыми ревизиями заменять, если мы делаем какие-то изменения по ходу того, как сборка ждет в очереди, мы ее можем выкинуть и поменять на новые ревизии. То есть такая оптимизация тоже разрешена и она конфигурированная. Это тоже дает некоторый прирост экономии, скажем так. И получается, что мы около шести с половиной тысяч часов на нашем кластере, на наших проектах экономим в день. Понятно, что эти часы – это сумма. Это не один компьютер собирает. Один компьютер – это 24 часа. Можем примерно посчитать, сколько у нас компьютеров в кластере. Если бы мы этих оптимизаций не делали, соответственно, нам нужно было бы больше железа и, может быть, больше времени на то, чтобы получать результат. Не полтора часа ждать ответа, а, может быть, часов восемь. То есть это очень хорошая вещь. Теперь такой момент вообще в пайплайнах и в цепочках сборки. У нас есть какие-то шаги, которые мы выполняем. И мы передаем какие-то результаты этих шагов по этой цепочке сборки. И это делать можно разными способами. И каждый артефакт, который мы производим, имеет какие-то атрибуты. И это не очевидно, но то, как мы эти атрибуты сохраняем, что мы с ними делаем, оказывается очень критичным. И, в принципе, например, для распространения артефактов по цепочке… Мы собрали какой-то артефакт, допустим, это zip. У него есть какие-то атрибуты. Какие-то атрибуты могут быть? Он был собран с такой-то версией Java. Он был собран на такой-то машине. Он имеет такую-то версию. Он имеет такую-то исходную ревизию и так далее. Это все метаданные. То, как эти метаданные будут храниться и использоваться, в принципе, решать вам. По умолчанию в TeamCity они как бы все в TeamCity сохраняются, но можно использовать и внешние депозитории, и где, может быть, это даже удобнее сделано. Для чего эти метаданные нужны? Например, вы хотите передавать, делать что-то с артефактом, с этим zip, на каких-то поздних стадиях этой цепочки. Вместо того, чтобы передавать вот этот бинарник полностью, он, может быть, 100 мегабайт весит, у вас распределенная сборочка, и у вас будут между агентами и сервером все время передаваться эти большие бинарники. Может быть, мы не хотим этого сделать. Может быть, хорошо сохранить во внешнюю репозиторию куда-то этот изначальный бинарник, а дальше на следующих стадиях, где он будет нужен, его скачать один раз и что-то с ним произвести. Может быть, распаковать, протестировать и так далее. Вот GFROG артефакторы, например. Хороший продукт для этого. Есть разные интеграции. Можно, не знаю, в S3 сохранять и так далее. Но для того, чтобы вообще весь такой процесс настроить, вам нужны некоторые атрибуты, которые, я вам сказал, метаданные. Например, у нас есть версия этой сборки, этого zip. Мы должны его как-то передать на следующие шаги этой цепочки. В первом шаге мы получили эту версию, а в последующем надо ею воспользоваться. И в TeamCity интересный такой момент для меня был, по крайней мере, когда я начал изучать, что есть специальный синтаксис для получения вот этих метаданных по этой цепочке. Если у вас наведены snapshot зависимости между сборками, можно с помощью такой вот dep.configurationid, то есть, например, dep.configurationlibrary.propertyname, который был получен в первой конфигурации, получить это значение в последнем шаге. И можно эту переменную, этот атрибут поменять, например, в обратную сторону. То есть, я могу использовать reverse, dep и вот этот вот синтаксис для того, чтобы из последнего шага поменять значение в первом шагу, к примеру. Для чего это может быть нужно? Вот обычный синтаксис, да, как он выглядит. Допустим, мы версию хотим как-то распространять. У нас есть какая-то статическая часть этого дела. Может быть, эта версия даже будет прописана в самом build-файле. Мы ее оттуда прочитаем и настроим build-number. Или в обратную сторону. Для чего это может быть нужно? Например, мы хотим одной и той же цепочкой собирать и релиз, и не релиз. И по умолчанию у нас параметр в первой части он false, из релиз false. И он всегда будет собираться как разработческая сборка. И в какой-то момент мы руками можем этот из релиз параметр поменять из конца цепочки. Сказать, что он true, и он нам соберет релиз. Ну, вот такой пример. Для чего вот эти вот вещи нужны? Да, у нас вообще цепочка, мы сейчас говорим о ней, мы наводим зависимости. Мы вроде все автоматизируем, но есть части, которые мы хотим иметь какой-то контроль руками. И помните, я триггер выставлял там в конец цепочки и сказал, что после этого момента у нас еще могут быть какие-то запуски, да? Так вот, цепочка, если мы ее отконфигурируем вот таким образом, она дойдет только до триггера и остановится. Дальше мы можем, в принципе, сказать, что продолжить цепочку с помощью специальных каких-то телодвижений. И это может быть внедрено в процесс вообще доставки софта, да? То есть можем переходить из девелопмента в стейджинг, в продакшен и так далее с помощью такого выстраивания. То есть, например, вот у нас есть тот самый триггер, а после него мы отконфигурировали еще какую-то таску, в которой вдруг появилась кнопочка, да? Деплой. Есть специальные типы вот этих вот билд-конфигураций в TeamCity, которые дают возможность, ну, выкота, допустим, деплоймента куда-то в продакшен или не знаю, может быть, на FTP залить куда-нибудь. Может быть, это у вас является как бы техническим решением для выкота версий. Это не принципиально. Здесь цепочка является только управляющим каким-то компонентом, не является техническим решением. Вот, нажмем кнопочку и получим наш билд. Может быть, даже успеем это показать. То есть, снапшот зависимости, да, вернемся, что просто вот, если вы меня слушали, слушали и ничего не запомнили, а потом пойдете использовать TeamCity, пробовать, помните про снапшот зависимости и для чего они нужны, да? Получает консистентную сборку, хорошо, эффективно. Я прочитаю, да. Триггерить вещи, передавать параметры. Как раз основную, по крайней мере, мысль я до вас донес, да? И управлять пайплайном. Нужны снапшот зависимости. Так, давайте тогда вопросы. Не будем уже тогда возводить. Если вам нужны какие-нибудь штучки показать, я покажу потом.